Осталось чуть больше трех километров, я не могу. У меня перегрев конкретный организм, все горячее. Все фастексы, все горячее. Подошва на ботинках горячая. Самое пекло, три часа, солнце над головой. Я решил прогуляться к морю и окунуться. Прежде чем мы начнем, напоминаю, что после просмотра ролика вы можете щелкнуть по названию канала и перейти во вкладку видео, где вы найдете свыше 200 роликов с обзорами, распаковкой и уникальными походами в космических ландшафтах. Сейчас мочканул зеленого чая, сразу так тонизирует обалденно в жару. Я думал его нельзя, оказывается можно. Это я узнал от путешественника, который пересек каракумы, козылкумы, клатоустюр и там еще какие-то пустыни. Вот его история одна. Хочу вам зачитать, поучительное, на реальных событиях. Об этом путешествии, сразу скажу, что это происходило в одной из стран СНГ в пустынном регионе. Об этом путешествии мечтали всю зиму. Фрукты, солнце, экзотика и все не выходя из салона собственного автомобиля. Поначалу все складывалось благополучно, но потом путешественники допустили ошибку, решив сократить путь между двумя населенными пунктами. Они съехали с асфальта на грунтовую дорогу. Через несколько десятков километров легковушка завязла в песке. Попытки ее откопать успеха не имели. Я сбегаю по дороге, я сбегаю до дороги, тормозну грузовик, предложил водитель. Остальные путешественники только вздохнули. Кому охота сидеть целый день в таком пекле, ожидая помощи неизвестно откуда и когда она прибудет. Но делать нечего. Я мигом пообещал водитель и отправился в путь, прихватив с собой две бутылки минералки. Оставшиеся влезли обратно в машину и стали ждать. Они смотрели в окна на песок, на кусты саксаула, изредка перекидывались незначительными фразами, пили из термоса холодный томатный сок, дремали, сожалели о бездарно потраченном отпускном дне. Первый час водитель шел бодро. Иногда он прикладывался к бутылке с минералкой, но пил экономно. По глотку. 25-30 километров? Ерунда, 6 часов в ходу. Выдернем москвичек, вечером будем в городе. Они мне еще спасибо скажут за пережитое приключение. Вчетвером против песков. Звучит. Первая бутылка минералки кончилась очень быстро. Странно подумал водитель. Вроде только ее открыл. Надо быть экономней. Но через час, не сдержавшись, он открыл вторую бутылку. Сколько я прошел? Километров 10? Да нет, больше. Гораздо больше. Иначе с чего мне так устать? Значит, дорога рядом. И я могу позволить себе еще глоток? Однако, как жарко. Даже голова кружится. И водитель сделал то, чего не должен был делать ни в коем случае. Он снял рубаху. Он прошел еще полчаса и решил отдохнуть. Лежа в тени саксаульного дерева, водитель вспомнил об оставленной в машине термосе соком. Надо было его забрать, им все равно сидеть. Зачем им пить? С трудом заставив себя встать, водитель продолжил путь. Теперь он шел медленно, часто останавливался, всматривался вдаль, надеясь увидеть шоссе. Зачем я свернул на эту проклятую дорогу? Зачем? Как жарко. Я не думал, что жара это так тяжело. Поехал бы по асфальту, пил бы сейчас холодный лимонад в баре, ледяной лимонад из запотевшего стакана. 5, 10, 30 стаканов. Через час он потерял сознание. На минуту очнувшись, попытался доползти до тени, но не смог. От места аварии до места своей смерти он прошел 18 километров. Оставшиеся ждали его долго. Первый день и ночь они злились на водителя. Что-то не спешит, потягивает холодное пиво в ближайшем поселке, а мы тут жаримся, как блины на сковородке. На другой день они забеспокоились. Может, он потерял дорогу, забыл, где свернул в пустыню. Они не могли даже предположить, что взрослый, крепкий мужчина не сможет одолеть 30 километров. Такой пустяк. Они не догадывались, что пустынный километр неизмеримо длиннее обыкновенного, что вмещает он не тысячу метров, а иногда саму жизнь. На третьи сутки они уже ни о чем не думали. Лежали неподвижно в креслах, тяжело дышали пересохшими ртами, ощущали, как сохнет, увядает их кожа, как трескаются губы, высыхают глаза. Когда умер первый из них, остальные даже не смогли вынести из салона автомобиля его тело. Теперь они лежали вместе, мертвые и живые. И те, кто был жив, не смогли вынести из салона... И те, кто был жив, продолжали надеяться на чудо. Но чудо не произошло. Нет, не отпуск потеряли они, а жизнь. Их тела нашли только через три недели. Если бы люди умели вовремя разглядеть аварию за пустяковым, на первый взгляд, происшествием, если бы не надеялись на авось, они с самого начала ограничивали водопотребление, не слонялись бы туда-сюда подсолнечным молчалем, не совершали тому подобных глупостей, то 90% трагических происшествий просто бы не случилось. Лучше перестраховаться и подготовиться к самоспасению заранее. Вот первый закон выживания пустыни. Конечно, эту историю они как бы додумали сами по всем этим обстоятельствам, где нашли водителя, как нашли остальных мертвых. Это как бы так они предполагают, ну сам автор предполагает, как это все произошло. Если вы живете где-то в болотистой местности, где куча там родников, леса, тень, это не значит, что не надо знать какие-то основы выживания в пустынях, полупустынях и степях. Бывали случаи, что, например, один человек щекотился, бегал, умирал там через три дня, а тот, кто как бы спокойно себя вел, спокойно растрачивал свою энергию, он проживал там и неделю бывало, его находили. Когда я лежал вот, например, днем под солнцем палящим под спасательным одеялом зеркальным, я не знаю, я вот с 12 до 5 может быть от силы, может быть, литр выпил воды. А сегодня, например, я вот шел, я ушатал нехило воды. Вот именно вот, например, с 12 до 6 у меня ушло наверно литра три, может быть, ну два с половиной. Вот что значит переждать жару в тени. Вот что значит грамотно руководить ресурсами, а ощущать все признаки обезваживания, такие как мягкая слюна, невозможность глотать, пелена на глазах. Первое желание человека, оказавшегося в пустыне, это снять одежду. К сожалению, так большинство и поступает. Испытав минутное облегчение, они не догадываются, что сделали первый шаг навстречу своей гибели. В пустыне загорать может только позволить себе безумец. Исследования показали, что при температуре воздуха плюс 38, потери воды под отделением у человека, сидящего без одежды под лучами солнца, составляет 800 грамм в час. У того же человека, но уже в одежде, 580 грамм в час. А у сидящего в одежде тени под отделение снижается до 300 грамм в час. Разница существенная. Следует запомнить как аксиому. Снимать одежду в пустыне в дневное время категорически недопустимо. Это и есть третье правило пустынного выживания. Единственное, что можно себе позволить, это расстегнуть воротник, там расслабить ремень. Надо стремиться укрыть все участки кожи желательно. Особенно, которые чувствительны. Нос, лицо, шею, руки, губы, глаза. Можно заклеить медицинским пластырем, но лучше всего это светлой одеждой делать, хлопчатобумажной. Также надо обратить внимание на головной убор. Даже самая пышная шевелюра, она никак не сама по себе не может защитить от солнечных лучей. Малопригодны для пустыни. Современные куражечки, шапочки, кепочки. Желательно повязать косынку, вырезанную из любого куска светлой ткани. Идеально для условий пустыни в аварийной ситуации можно признать головной убор арабских кочевников куфию. Ну, арафатку, можно сказать, или шимак, как ее еще называют. Если есть лишняя вода, то можно ее смочить, повязав на голову, это даст на пару часов облегчение от солнечных ударов. С другой стороны, в жарком регионе не стоит выбрасывать и теплую одежду, потому как ночью бывают перепады такие, что вот автор, например, упоминает, что днем у них была 46 градусов температура жары, а ночью они проснулись от холода, потому что было плюс 4. 42 градуса перепада температура. Субтитры создавал DimaTorzok В прошлый раз мы узнали, что лучше заранее подготовиться к самоспасению. Это первый закон спасения в пустынях, в полупустынях, в жарком климате. Но по-настоящему понять его можно, лишь побывав в песках, испытав на себе все муки жажды. Вот второй закон самоспасения можно выразить всего лишь двумя словами. Экономьте воду. Всегда и везде и во всем. Возможными и невозможными способами. Экономьте воду. Продолжительность жизни в пустыне измеряется количеством воды. Согласно таблице Брауна, рассчитывающей вероятные сроки автономного существования человека в пустыне, в зависимости от температуры воздуха и запаса воды. При температуре плюс 49 градусов, человек, лежащий в тени и имеющий 1 литр воды, живет 2 дня. При температуре 43 градуса – 3 дня. При 38 – 5 дней. Запас воды в 10 литров, соответственно, увеличивает сроки выжимаемости при температуре воздуха в 49 градусов – 3 дня. При 43 градуса – до 5 дней. При 38 – до 9 дней. Активные действия со стороны человека, потерпевшего аварию, например, ходьба в ночной период времени, снижают срок выживаемости примерно вдвое. Соответствует еще одна таблица, рассчитанная физиологами и специалистами по выживанию, где производится расстояние, которое способен преодолеть человек в пустыне. Так вот, при температуре воздуха плюс 32,2 градуса без воды человек способен преодолеть 32 километра 100 метров. С 4 литрами воды – 56 километров 300 метров. 10,5 литров – 84 километра. При температуре воздуха 43,3 без воды – 14,5 километра. С 4 литрами воды – 24,1, ну, 24 километра 100 метров. С 10 литрами воды – 32 километра. При повышении температуры воздуха до 48,8 человек может пройти, соответственно, 11,3, 16,100 и 29,1 километр. Возможно ли обойти приведенные роковые цифры и продлить срок выживаемости человека, попавшего в беду в пустыне? Подарить ему лишний день, час, минуту? Да, возможно, если владеть приемами практическими выживаниями. То есть знать, что делать в каждом конкретном аварийном случае и уметь это делать. Внизу еще один родник. Слабенький какой-то пробивается. По таким вот клочкам зелени и камышу можно определить, что есть какая-то вода. Горячий воздух отдувает лицо, солнце прямо над головой палит максимально сегодня. Радость не показывает свыше 40 градусов. Язык прилипает к небу. Глотать невозможно. В гидраторе вода кончилась. С утра было где-то 1,5 литра. Сейчас уже пол второго. Полтора литра выпил. Плюс на источнике. Плюс с утра чай, вода. Литра два с половиной сегодня выпил. Что и как пить в пустыню. Многие южные народы при сильной жажде скрывают аорты, вены вьючных или домашних животных. Верблюдам, лошадям и пьют горячую кровь. Достоверно данных о пользе и вреде подобного случая, ну как бы утоления жажды отыскать не удалось. Но учитывая, что кровь имеет сложный химический состав, близкий по составу к морской воде, то ее употребление лучше воздержаться. Моча для питья не только бесполезна, но и вредна. Рассказы о том, как попавшие в беду там пили мочу, это все как бы утка. Моча является концентратом выделенных из организма вредных веществ, фактически ядом и пользы естественно принести не может. Можно высасывать содержащие влагу глаза свежебитых животных, но этот рецепт как говорится на любителя. Если вы отходите от лагеря на 2-3 километра, то лучше брать весь запас воды с собой на всякий случай. При недостатке воды пить следует часто, но очень малыми порциями. Привычное водопотребление, когда вы там 2-3 стакана могли хлобыснуть, здесь не проканывает. Специальные исследования показали, что если разом употребить 1 литр воды, то 16-38% ее выделится через почки, то есть в дело пойдет 62-84%. Если тот же литр выпить в 3 приема по 330 грамм, то через почки выделится лишь 15-20%. И наконец, при употреблении 1 литра воды порциями по 85 грамм, суммальная потеря через почки составит лишь 5-11%. То есть усвоится 89-95% воды. Как говорится, выгода налицо. Также можно держать воду во рту, перекатывая туда-сюда пару минут, потом пить. Специалисты выживания вообще до 40-50 минут могут держать воду во рту, обманывать тем самым жажду. Конечно, лучше пить не воду, а зеленый чай. Об этом я говорил в предыдущих сериях, что он охлаждает организм. Хотя я, честно говоря, даже не предполагал. Вообще зеленый чай, как бы он мочегонным считается, и я думал, как бы он быстрее выведет воду из организма. Но, оказывается, вот исследования специалистов об этом противоречат. Конечно, лучше пить верблюжий кумыс там какой-нибудь, это идеально вообще для удаления жажды, но об этом в пустыне где-то там только мечтать можно. Некоторые случаи такие бывали, что люди, приходя на какой-то колодец изнеможденной жажды, они выпивали там 2-3 литра воды и не напивались. Хотя зеленого чая достаточно было всего литр выпить, чтобы охладить как бы организм и напиться достаточно. Конечно же, водопотребление снижает такие методы, о которых я уже немножко рассказывал. Это как тент, одежда, головные уборы. Сегодня вот случай показал то, что я вот 2 часа, например, шел, я выпил, наверное, литра-полтора воды. А когда лежал под тентом, выпил пол-литра воды за там два с половиной часа. То есть результат налицо, доказанный моим экспериментом. Если какой-то турист пошел без воды в пустыню, это, конечно, глупость. Или там взял небольшую фляжку в надежде, что что-то там где-то раздобудет. Опять же, по картам смотришь, вроде родника, он пересохший, колодец, он сухой или соленый. Что невозможно пить, иначе там почки начинают работать в 2 раза больше и высасывают из тебя влагу всю. КОНЕЦ 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 Как искать воду в пустынях, степях? КОНЕЦ На самом деле колодцы, всякие орки, поилки для скота не так уж редки. Например, в Каракумах выкопано около 20 тысяч колодцев. Самый глубокий в мире из них находится в Каракумах, это 270 метров. Признаки рядом находящейся какой-то воды, это следы животных, помет, тропки, дороги автомобильные, накатанные. Дорожки скота, соединенные там в одном месте, как бы расходятся стрелкой. Также комары, стрекозы показывают, что рядом находится вода. Некоторые растения, камыш, опять же, как мы убеждались в моем даже случае, вот на камыш я выходил и получалось, что находились родники, источники. Также существуют артезианские скважины пробуренные, вот как во впадине Карагее я показывал. То есть это торчащая там на метр, на полметра метр там труба забетонированная, из нее скважина. Она на карте вроде как скважина отмечена, но вытекающая из нее вода постоянно образует целые озера, где может даже водиться рыба, вокруг камыш там, ну, некоторые такие образуются озера даже, которые могут поспорить с другими озерами. Также, если вы подошли к колодцу, ну вот, многие колодцы даже еще до революции были выкопаны. Они от 7-5 метров могут быть до 100 метров спокойно. Вот как в нашем случае, я на карте вам указывал, что там 14 метров глубина, есть 20-ти метровая глубина. То есть способ достать оттуда воду, это те же самые там сумка какая-то водонепроницаемая, кепка опущенная туда, портфель. Также можно сделать из целлофанового пакета, предварительно сделав каркас из каких-нибудь корней, веток и привязав груз, чтобы он затонул. Веревку сделать из связанных шнурков, бинта, из разорванной одежды. Переносится вода также в пакетах, которые можно, чтобы от механических повреждений поместить его в носок. Либо опять же от запасной одежды, рукав, завязав на узел один край, оторвав его. То есть поместив туда целлофановый пакет, резиновую перчатку, презерватив, камеру от велосипеда, либо от мячика какого-нибудь. В общем, в сапоге можно переносить. Воду добытую с колодцев предварительно нужно кипятить, потому что куда попадают, ну там могут находиться мертвые тушки, там грызунов каких-нибудь, других животных, которые утонули. И кипячение также устраняет быстро запах серого водорода. Можно выкопать колодец. Даже в каракумах среди барханов можно выкопать колодец. Правда, некоторые специалисты утверждают, что из десяти может заработать только один. В песке, опять же, трудно выкапывать что-либо, какой-то колодец. Его надо постоянно чем-то укреплять, какими-то ветками. Либо, если это песок, его как бы пирамида, ну воронкой надо выкапывать. То есть вначале большой радиус, потом все уже, 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 чтобы можно было испускаться и песок сильно не осыпался. Но это достаточно сложное дело. Есть еще также способы добывания с помощью конденсата. Это как завязывают целлофановые пакеты на ветки, листья туда напихивают. Также выкапывается яма, туда устилаются листья, влажная почва. Там можно даже помочиться и застелить пленкой, поместив грузик и емкость для сбора воды. Также есть еще один способ, который я сам хочу проэкспериментировать. Я сам о нем недавно узнал это. В целлофановый пакет ставится емкость с водой какой-то, которую надо продистиллировать. Например, соленая вода. И в пакете она конденсируется и стекает на дно пакета также. Я думаю о некоторых... Также есть еще тактика поведения в пустыне. Это, например, дышать носом, делать меньше движений. Там на солнце надо сидеть, потому что плотность нагрева тела уменьшается. А в тени надо лежать. То есть там много всяких таких нюансов, которые я думаю как-нибудь расскажу в следующий раз. Все это я буду потихоньку освещать в своих видео. Потому что тема выживания в засушливых пустынях очень скудна в ютубе. По бушкрафту, лесам, болотам, пожалуйста, сколько угодно. А вот пустынные, мне самому эта тема интересна. Если вы знаете какую-то литературу, какие-то фильмы поучительные про вот эти пустыни. Вот то, что Бэр Грилс там рассказывает пить мочу, это на самом деле такая вата. Вот. Это нигде бедуинами там нигде не подтверждено. То есть нет таких вот фактов, чтобы там что-то вот это вот как бы использовалось. Те моменты, которые он указывает в пустыне. Да, там много чего полезного, но много чего и противоречивого. Так что, если знаете какую-то литературу, пишите в комментариях. Я с удовольствием освещу, проэкспериментирую на себе какие-то вещи. Завтра надо рано вставать. У нас марш-бросок на 17 километров. Если не 18, выйдет. Уважаемые зрители, подписываемся на канал, те кто не подписан. И обязательно ставим колокольчик, так как в ленте не всегда выскакивает новое видео. Всем удачи, пока.